Закон антибанковский, или там его называют антиколомойский, его нужно называть честно, антинародный. Называли его антибанковский и антиколомойский только по одной причине, чтобы вырабатывать медиафон в обществе, что это надо делать. Это же закон против олигарха, или это закон против банков, а банкиры это же негативный к ним имидж. Все-таки маркетинг, да? Да, это маркетинг был, чтобы эти законы для общества пропихнуть. Но никто не сказал, что после этого закона, можно о многих пунктах правовых говорить, которые мало касаются конкретного человека. Но если вот один пункт, который меня беспокоит, как конкретного человека, вот я, например, после того, как они это провел, 10 раз подумаю или хранить деньги в банке. Объясню очень просто. Согласно этого закона, если банк не выполняет свои обязательства перед конкретным вкладчиком, то этот банк не может быть признан неплотежеспособным. Не можно у него, нельзя забрать у него на основании этого лицензию. То есть его нельзя закрыть, как банковский инструмент. Я должен буду с ним только судиться. И регулятор не будет иметь вот такого жесткого рычага за невозврат депозита, который будет банку от давления этого рычага вынужден будет такие нарушения не допускать. Конкретно выписана эта норма. Понимаете? То есть односторонние ситуации. Ты с банком рассчитаться должен, если ты взял кредит, если ты физлицо. Вот то есть даже вот я могу взять, положить депозит, у меня сроки, я не могу же его раньше взять. И я говорю, я не могу раньше взять, дайте мне кредит под залог моего депозита. Вот кредит мне дадут, вот я кредит должен обслуживать, это прямая норма, а они депозит, у них уже есть люфт, у них уже есть ситуация, у них уже банк не пострадает. Ну, идите в суды, судитесь. То есть вот тут ключевой момент, который подняли вообще банки, вывели из правового поля Украины. Они могут полностью это нарушать Конституцию. Во-вторых, они сделали этим законом, они легитимизировали все действия Нацбанка Украины, конкретно действия, то, что делала Гонтарева со своей, назовем это мягко, командой, хочется другое слово сказать, когда они непрозрачно играли, пользуясь инсайдом, с курсовыми разницами, когда курс летал то до 40 гривен были на моменте, то падал до 10. И вот так вот в течение года потом выровнялся там до уровня 25, 28, 24 назад, да. Но вот так вот это двигалось, да, и когда владеешь инсайдом, когда у тебя еще рядом ручные твои подконтрольные коммерческие банки, и когда ты знаешь, что сегодня доллар скидывай по 40 или там по 35, а завтра я курс опущу, купишь по 27, и миллиарды зарабатывались на это. Ну, это одна сторона, а вторая сторона, 104 банка закрыли, и вкладчики, которые кто-то продал квартиру, кто-то продал бизнес, кто-то просто были сбережения, получили просто по 200 тысяч гривен, вместо своих денег. Вот это был удар по малому-среднему бизнесу. Сегодня есть 20 решений уже Верховного Суда Украины, по 20 банкам, что это незаконно. И люди это уже не могут отмотать. Поэтому эти два закона связаны только требованием МВФа, и эти два закона не несут улучшения украинцам. Вот это ключевая ситуация. А продавать землю, давать допуск невосполнимым ресурсам на территории своей страны, когда народ нищает, это такое заочное преступление против своего народа. Это сам делаешь свою страну в виде колоний. Поедьте в Дубаи и купите у них земли. Поедьте в Содовскую Аравию. Они не продают даже ту землю, которой они безжизненный песок, насыпают вот эту пальму, где там продают дома, гостиницы, и они вот эту землю только дают на 49 лет в аренду. Песок, понимаете, песок в море, безжизненный. Мы берем стратегический запас, который кормит 15% населения земли, и мы говорим, пожалуйста, разбирайте нищий народ за 2 копейки. Чего вдруг? Потому что экономический блок правительства не смог собрать доходы, потому что они смогли создать нормальное правовое поле и развивать экономику. И вот те, кого выбрали, которые должны о нас заботиться, которые фактически наши менеджеры стали теми, кто, знаете, уже как забить просто гвоздь на гробе этой страны. Вот такая позиция по этим двум законам.